МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось проходить процедуру электрокардиографии. Более привычно это звучит как ЭКГ. Лично для меня стало открытием, что видов ЭКГ существует несколько. Что может увидеть врач на кривой линии ЭКГ и услышать в шуме эхо? Узнаем из нашего сюжета. Электрокардиография – абсолютно безвредный метод обследования. Сам аппарат ничего не излучает. Он является уловителем электрических импульсов, идущих от сердца. Это метод, который входит в программу профосмотров и обязательной диспансеризации. Любой человек раз в год непременно должен пройти через кабинет ЭКГ. Обследование покажет, не приносил ли человек инфаркт миокарда на ногах и правильно ли работает сердце. Ну, самое простое, с чего надо всегда начинать, это с электрокардиографии. Всё-таки, потому что по электрокардиографии есть уже иногда косвенные признаки каких-то заболеваний. То есть мы можем дальше уже врач может направить в нужное русло, чтобы миновать определённые ненужные обследования. Для поиска скрытых нарушений ритма и ишемии миокарда назначается судочная электрокардиография. Хоутеровское мониторирование. Переносной аппарат снимает показания в течение суток, а то и дольше. На современных системах, которые у нас есть, там стоит датчик движения. То есть мы даже видим, человек, даже когда он ночью спит, что он двигается ночью, что он встаёт ночью, это всё видно. На тех, что были пораньше, ну, системы мониторирования, такого не было. Ну и дневничок всё-таки люди ведут, особенно когда они делают какие-то специальные нагрузки. Там по лестницам ходят, на тренажёрах занимаются или что-то ещё. То есть это, конечно, нужно, чтобы они писали время. Эта методика длится от 30 минут до полутора часов и требует времени на обработку результатов. Также используется доплеровское картирование, чтобы посмотреть, как кровь циркулирует также через клапаны сердца, вообще по камерам сердца, чтобы оценить гемодинамику. Насколько правильно сердце сокращается, насколько правильно работают клапанные структуры. Стресс ЭКГ необходим для подтверждения ишемии у пациента. Доктор оценивает изменения в движении стенок сердца, в состоянии покоя и в момент физической нагрузки. Если на пике нагрузки появляется ишемия миокарда, то движение стенок меняется. За одну смену в отделении функциональной диагностики областной больницы выполняют до 300 исследований, связанных с работой сердца. Думаю, многие из вас слышали о таком заболевании, как эпилепсия. А то и сами были свидетелями приступа, при котором человек внезапно падает и бьется в конвульсиях. Как вести себя окружающим? Чем помочь? Откуда берется это заболевание? И можно ли его вылечить? Об этом мы сегодня узнаем у врача-невролога-эпилептолога Челябинско-областной клинической больницы Алены Сергеевны Гулининой. Здравствуйте. Алена Сергеевна, вот как вести себя людям, которые попали в такую неприятную ситуацию, когда при них человек теряет сознание и начинает биться в конвульсиях? Я думаю, если вы хоть раз в жизни видели такое состояние, вы никогда не забудете. Это такое достаточно грандиозное событие для окружающих, достаточно пугающее. Если вы увидели, что человек упал, у него не начались судороги, вы не знаете этого человека. То есть, допустим, шли в торговом центре, по улице. Не нужно ничего пациенту-человеку совать в рот. Ни в коем случае никаких ни ложек, ни подручных предметов. То есть, этого делать нельзя, потому что мы можем сломать зубы, мы можем разорвать ротовую полость. Это все закончится накладыванием швов. Что мы делаем? Мы ложим пациента-человека на бок, подкладываем под голову что-то, его сумку, свернутую кофту, чтобы пациент не ударился, чтобы человек не ударился головой, чтобы минимизировать вот эту травматизацию во время приступа. И просто не даем человеку удариться. Если человек куда-то побежал после приступа, лучше не нужно ему это делать, потому что пациент, к сожалению, в постприступном состоянии может очень далеко уйти, убежать и потом очнуться где-то в непонятном ему районе. Лучше вызвать скорую помощь, если вы не знаете этого человека. Если он скажет, что ему не нужна медицинская помощь, то лучше потом отменить вызов, но все-таки вызов скорой помощи нужно осуществить. И больше ничего не предпринимать? То есть лекарство какое-нибудь? Нет, нет. К сожалению, если начался приступ, то мы с вами при отсутствии каких-либо препаратов ничего с этим сделать не можем. А там уже дальше приедет скорая медицинская помощь, у них есть определенные оборудования, у них есть определенный набор препаратов, они уже окажут пациенту помощь. А что за болезнь такая эпилепсия? Откуда она берется вообще? И кто может ей заболеть? На самом деле заболеть может каждый. То есть никто не застрахован от этого заболевания. Заболевание является неинфекционным заболеванием головного мозга, которое как раз таки характеризуется повторяющимися припадками, то есть приступами. Конечно, есть контингент людей, который более подвержен формированию эпилепсии. Это травма головного мозга, опухоли оперированы или нет, инсульты перенесены, перенесены инфекции центральной нервной системы, ну, в частности, головного мозга именно. То есть у них есть более высокий риск возникновения данных приступов. То есть по данным статистики около 40% таких пациентов уходят в эпилепсию. Также мы даем определенный процент пациентов на наследственные эпилепсии. Есть, к сожалению, такая когорта пациентов, то есть такое небольшое количество пациентов, где мы не можем назвать причину, к сожалению. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на статистику, около 50 миллионов человек страдают в мире эпилепсией. И среди них неконтролируемые эпилепсии, они составляют очень большой процент именно в странах, которые относятся к третьему миру. То есть если мы берем развитые страны, контроль приступов при эпилепсии намного выше, потому что пациенты вовремя обращаются, вовремя получают адекватное лечение, то есть и вовремя мы можем справиться с таким заболеванием. А вот пациентам, которые находятся в группе риска, чтобы не заболеть, может быть, или чтобы отсрочить как-то эту болезнь, или смягчить, что нужно делать? Ну, в первую очередь, как бы, нужно соблюдать режим. Вообще эпилепсия, я всегда говорю пациентам, это заболевание режима. Заболевание самой дисциплины и режима. По максимуму отказаться от алкоголя, спать достаточное количество часов, кофеин, содержащие напитки, надо с осторожностью употреблять. Какой-то профилактики, именно профилактики медикаментозной, лечебной, сейчас на данный момент не существует. И прививок не бывает? Нет, нет, к сожалению, нет. Почему такие льготы эпилепсии? Даже специальность отдельно придумана эпилептолог, а не просто неврологи этим занимаются. Потому что эпилепсия очень многообразна, очень многогранна. Пациент может длительное время ходить по другим докторам и не понимать, что это идут эпиприступы. Эпиприступы проявляются классикой, это да, упал, начались судороги. Или без потери сознания судороги. Здесь как бы, ну, сильно нет вариантов. Но также существуют приступы, которые проявляются психомоторным возбуждением, которые проявляются зрительными, слуховыми галлюцинациями. То есть образы какие-то пациенты начинают видеть. И это эпилепсия. Пациент даже может просто разговаривать с родными, да, и в какой-то момент начать замирать. Буквально несколько секунд. Они даже иногда этого не понимают. То есть у них идёт, вот, идёт, идёт время, идёт, идёт, идёт разговор, они не понимают, потому что это доли секунды. Это тоже будут эпиприступы. Это характерно как раз-таки вот для детских эпилепсий достаточно. Некоторые пациенты просто падают без потери сознания. То есть так называемые атонические приступы. Очень многогранно проявление данного заболевания. Очень иногда сложно поставить диагноз. Вот эти вот дифференциальные, да, вещи, они достаточно сложны. Поэтому всё-таки данное заболевание обоснованно имеет именно специализированного доктора. Ну и, как мы уже говорили, распространённость данного заболевания достаточно высока. То есть это одно из самых распространённых заболеваний нервной системы. И вот если человек вдруг засомневался или близкие ему говорят о том, что вот у него приступы бывают и прочее, всё. То есть он думает, что у него эпилепсия. Куда ему идти, кому обращаться и как попасть на приём к специалисту? Если мы говорим про Челябинскую областную клиническую больницу, то, конечно, нужно сначала обратиться к доктору по месту жительства. Неважно, будь то терапевт или невролог. И дальше уже доктор, да, дифференцировав какие-то подозрения свои, обосновав, направляет к нам, даёт направление, записывает по времени. Если вы житель Челябинска, также возможно попасть к нам на приём, то есть через отделение оплатных услуг. Номера отделения оплатных услуг есть на сайте Челябинской областной клинической больницы. То есть это всё можно посмотреть. Спасибо большое, Алена Сергеевна. А я напоминаю нашим зрителям, что сегодня с нами была врач-эпилептолог-невролог Челябинской областной клинической больницы Алена Сергеевна Гулинина. Каждое утро люди в белых халатах приходят на работу с единственной целью – помочь очередному пациенту победить коварную болезнь. Ищут причину недуга и подбирают лечение, ставят уколы и раздают таблетки, делают снимки и берут кровь на анализ, оперируют и погружают в наркоз. О самых выдающихся медиках в нашей традиционной рубрике «Признание». «Признание» Мы не делаем руками, мы сидим, смотрим на снимок и соображаем головой. Поэтому хирурги иногда с усмешкой говорят, что ты смотришь на рентгенограмму, она цветной не станет, она чёрно-белая, поэтому ты давай нам говори, что на самом деле. Михаил Владиславович Ростовцев, мой тоже преподаватель, скажем так, и учитель, говорил, что врач-рентгенолог не нужен никому. Это действительно так. А хороший врач-рентгенолог, он нужен всем. Поэтому я рад, что у нас очень высокая востребованность рентгеновских исследований в больнице. Мы работаем практически во всех отделениях, даже микрохирургии, гинекологии и всё что угодно. То есть ни одно отделение без нашего исследования не может обойтись. Поэтому мне радостно, что мы остаемся в тени и помогаем просто клиницистам, пациентам. Если сегодня вы не получили ответа на важные лично для вас вопросы, вы можете задать их любому специалисту на официальных сайтах ОТВ и областной больницы с пометкой «Медгородок». А также в личных сообщениях на наших страницах и группах в соцсетях. Чтобы быть в курсе новостей областной больницы, подписывайтесь на наш телеграм-канал «На здоровье». Сегодня программа «Медгородок» в последний раз вышла в эфир в привычном формате. Следующий выпуск вас обязательно удивит. Внимательно следите за программой передач областного телевидения и ждите нашего анонса. С вами была Наталья Малухина и программа «Медгородок». Берегите себя и будьте здоровы!